Всем привет! Это снова Дмитрий Шимко. Это четвертый выпуск ответов на вопросы за ноябрь 2017 года. Сегодня 14 ноября. Продолжаю отвечать по списку, по тому, по мере поступления вопросов, то есть начиная от самого первого. Теперь мы упорядочили список. Те, кому я ответил, ставлю сердечко по дате рождения. Те, кто случайно попал на мой канал, не удивляйтесь, здесь никаких супер предсказаний нет. Нет, я занимаюсь астротипологией и нумерологией и некоторыми видами прогнозирования по дате рождения. То есть такая метафизическая связь. Если вам это все чуждо и непонятно, то не обязательно ставить дизлайк, хотя вы можете это сделать. Лучше просто отключайтесь. Итак, продолжаем отвечать. Так, пишет мне Юлия и пишет она такое. Надеюсь, третий раз повезет. Да, Юлия, вам повезло. У вас тут огромное письмо. 6 февраля день рождения. Город Воронеж. Очень неоднозначная ситуация с партнером. Партнеру 28 марта. Время не из-за того, что Воронеж есть чувство, что есть крайне лицемерные третьи лица, которые реально вообще запрещают общаться путем очень жестких, некрасивых манипуляций. Пытался даже забыть. Не могу еще один важный момент. На меня нападали и душили, после чего я никого не позадаю. Я понял. Да, но он вам противоположен, Юль. Понимаете? То есть, все-таки Овен с вашей датой, я бы не сказал, что это прекрасный союз. Он изначально может быть прекрасным, потому что союз противопоставления. Давайте лучше по вашей дате просто посмотрим, что у вас как. Да. Важно понять, когда у вас вот этот Овен появился, потому что я так понимаю, что у вас есть пик личной жизни с 18 на 19 год. То есть, начало каких-то отношений. И что-то мне не кажется, что это вот этот Овен. То есть, есть уход в новизну. Вот это если на ближайшее посмотреть. Да. А еще у вас есть один пик 35 на 36 лет. Гораздо более романтический. Так что, вот думайте сами. А совместимость с ним, я не знаю, если там на 30% она натягивает, это было бы хорошо. В лучшем случае, вот с этим Овном, которого вы написали. Так. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Родилась 3 декабря. Скажите, пожалуйста, как у меня сложатся отношения на работе. Я работаю на очень интересной для меня должности. Офисный работник, контакты с инвесторами с июля 16 года. Временами вроде как будто все хорошо, а иногда невыносимо отношения в коллективе с начальством. Стоит ли искать новую работу? Если да, то когда лучше начать? Может все устроиться. Благодарю. Так, Ольга, сейчас посмотрим. С 16 года. Вы знаете, мне кажется, это временно у вас все-таки. Ну, то есть видно, да, что вы в качество пошли, особенно в 17 году, то есть такой запал мощный. Но есть у меня опасения, что вы там ненадолго. Вы же сейчас могли уже в октябре соскочить. Там самые конфликты-то у вас в прошлом году были. В этом уже должно быть попроще. Да, вот смотрите, у вас есть важные точки. Март-апрель, март, наверное, 18-го и август 18-го. Это когда может измениться карьерный путь. Я вам скажу так, что он будет гораздо более успешным, если вы уйдете оттуда. Потому что ту сферу деятельности, которую вы поймали, она от вас не уйдет. Там просто по деньгам дальше лучше будет. Так что не переживайте по этому поводу. Так, здравствуйте, Дмитрий. 7 января день рождения. Пишет мне Ольга. Ожидаются ли перемены в сфере карьеры и в личной жизни? А также возможен ли переезд в другую страну? Сейчас посмотрим. Да, хороший вопрос. Знаете, если вы хотите переехать, то это следующий год. И это может выглядеть как вынужденное перемещение. То есть не совсем ваш осознанный выбор. Либо осознанный, но не от лучшей доли, скажем так. Потому что карьера у вас в любом случае меняется. И я думаю, вы это уже ощущаете в полной мере с лета этого года. Потому что вот если смотреть дальше, 38-39-40, у вас какой-то там непонятки. То есть вы входите в какое-то новое направление деятельности, но оно у вас сформируется где-то к 41 только. Ну, так сказать, что стабильная жизнь после 40. Учитывая, что последние лет 5 вы неплохо пошли в одном направлении. И особенно последние года 3, когда финансы могли быть подключены. Надеюсь, я вам ответил. Так, пишет Ирина 11 ноября. Интересует перспективы творчества. Что вы имеете ввиду? Сейчас посмотрим. А, ну понятно. Да-да-да. Но очень абстрактный вопрос. Что значит перспективы творчества? Я вам скажу так. 19-й год. Ориентируйтесь на него. Оттуда карьера у вас начинает переть. Не побоюсь этого слова. Прямо очень быстро, очень сжатыми сроками, интенсивно. Я не знаю, связано ли это с творчеством. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Поэтому только так могу ответить. Так, здравствуйте. Меня зовут Ольга. Родилась 15 февраля. После 32 лет брака. Вот уже почти 3 года. Живу одна. Очень сложно кому-то поверить. Будут ли еще серьезные отношения. Сейчас посмотрим. Да, с 18-го на 19-й год. Особенно 19-й очень красиво. Ну там с 18-го стартует. Придется вам, Ольга, поверить кому-то. Потому что есть у вас поздний пик. Возможно, даже нео такой романтичный. Но как это сложится, я не знаю. Потому что надо будет смотреть совместимость. Смотря кто к вам попадет. Ваша пятнашка водолеек крайне многогранна. И действительно подстраховывается все время. Теперь. И надо смотреть, что за дата с вами будет рядом. Чтобы понимать долготу. Так, здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Светлана. 22 ноября день рождения. Муж 24 августа. Второй год. Пытаемся взять квартиру в ипотеку. Но никак не одобряют. Очень хочется свою квартиру. Стоит ли вообще пытаться подавать заявку. Или пытаться копить. В личном тоже не все гладко. Хочется узнать, когда уже будет собственное жилье. Долго ли прожим. Да. Знаете, вот если магически, скажем так, к этому подходить. Ведь все не просто так, Светлана. То есть, если есть тормозящие моменты. Значит, есть какие-то намеки свыше. Что если что-то идет не так, как вы хотите. Значит, для чего-то подготавливается поле. Допустим, в личной жизни не все гладко. Из-за этого оттягивается вопрос с недвижимостью. Это чисто уход в эзотерику. Но теперь, если конкретно взглянуть на вашу дату. Сейчас посмотрим. Вам всего 24 года. Так, смотря кто тут инициатор будет из вас с недвижимостью. Потому что у вас реально, вы заходите в долг вот с конца 2017 года. И первые два года вам очень нелегко придется выплачивать. Вы знаете, у вас похоже на кризис личной жизни. То есть, если... Вот сейчас вам 24. Если вы до 26 не родите, то до 26 этого союза просто может не быть. Хорошо, если вы его до 32 дотянете. А главное, вы на себя не берите эту долю ипотеки. Потому что вопрос с недвижимостью у вас решится в 33 года. Доброе время и суток, Дмитрий. Нинель. 19 января давно одна. Вопрос личной жизни. Есть ли еще возможность встретить... В какой стране? В России или в Украине? Спасибо. Так, ну в какой стране? Это не совсем ко мне вопрос. Сейчас посмотрим по вашей дате. Пятерочка, да. Вы знаете, есть точки знакомства у вас и в следующем. Но у вас такая жесткая дата. Я думаю, вам еще немножечко надо подождать. Несмотря на возрастную группу. Очень похоже на 20-й год. Вот если по-серьезному посмотреть. Но до этого момента какие-то у вас постоянно есть попытки. Но у вас дата такая жесткая. То есть не каждый ведь с вами уживется еще. Я очень надеюсь, что у вас смягчился характер несколько. Но есть очень хороший посыл создать семейственность. Но знаете, я не уверен, что это может произойти до 2020 года. То есть к 2020 году уже сформируется это. К этому намек есть. Так, здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Светлана. 20 октября. Что ожидать с работой и финансами? Сейчас снова проблемы в отношении с мужем. Да, хотя союз-то у вас неплохой на самом деле. Если так посмотреть поверхностно. Все очень плохо. Так, сейчас посмотрим вашу дату. А, ну да, да, да. Вот вам 38 лет, а вы уже с 35 по сути сама по себе живете. С 36. Вы знаете, у вас это все дотянется лет до 40. Потому что я так понимаю, что у вас с 41-42 есть уже новые точки знакомства. По поводу карьеры и с работы очень сложно. Также до 40. Да, у вас такой эпизод пятилетний. С 35 до 40 самый непростой участок жизни. Но как только вы его пройдете, поверьте уж мне, у вас качество жизни гораздо будет лучше. Потому что для чего-то этот пик надо пройти. Надо, не переживайте. Так, Дмитрий, ну что ж это. 20 октября. Когда закончится этот ад безнадежный? Хотя я сделала шаг. Скоро в рейс. Но до этого скоро несколько месяцев. А меня будто добивает, не считая долги. Мужчины как не было, так и нет. Вот это вот, я понимаю, крик души. Это пишет мне Ирина 20 октября. Сейчас посмотрим. Да, личная жизнь у вас идет с 35 до 39. А вы что хотели? Все эти ранние потуги? Вы же в 27 лет не вышли замуж? Все, профукали. Да, есть до 35 куча разных интересных знакомств. У вас 20 в весах. Это значит, что вы нуждаетесь в парный знак. Вы нуждаетесь в паре. И это бьет по здоровью, если отключается личная жизнь. Ну что поделать? Кстати, деньги у вас подключены. На что вы жалуетесь, я не знаю. Вы говорите, нищета. Просто они приходят неравномерно. Но вы под финансовым колпаком. У вас жизнь формируется в качество тоже к 40. И после 40 вы живете. А сейчас вы делаете новый пик карьеры. Он у вас только в 32 года, по сути, включился. Так что не стоит так разочаровываться. Нормально. Но вот видите, я вам длительную консультацию за 10 секунд все пересказал. Если будет интересно, обращайтесь. Просто так ничего не бывает. После любого падения приходит взлет. Падение может быть длительным. Это действительно так. Но и взлет может быть стремительным. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. 31 декабря день рождения. Финансовая сторона интересует на 2018 год. Сейчас посмотрим. Вам 35 лет. 34 сейчас будет. Значит, смотрите, Оксан. Я вам скажу так. Сразу в эпизод. Наконец-таки, ну, скорее, с 34, то есть вот с 2018 года, жизнь пойдет вверх. У вас качественная дата. Джокер. И до 40 вы подниметесь очень лихо. За ближайшие 5-5,5 лет. Очень лихо. В качество. Кстати, в семейственности. Если у вас ее нет, на 37 лет ориентируйтесь. Вот. По поводу следующего года. Такое ощущение, что вы куда-то деньги тратите. С конца 16-го, 17-го и еще большую часть 18-го. Вот, скажем так, через год, то есть осенью 18-го, вы начнете работать на карман. На прибыль. Так. Пишет мне Наталья. 26 декабря. В эмиграции. Хочу по работе переехать в другую страну. Вопрос, ждет ли у меня успех в задуманном. Хочу скачка в карьере и финансах. Сейчас посмотрим. Ага, да. Ну, в принципе, насчет скачка. Все скачки у вас были вот с 36-ти до 40-ка. А теперь это не скачки, скорее, а утрамбовка. То есть в качество. Уход в работу. Вы в этом году ищите. Я понимаю, что вы в поисках. Но со следующего года это можно назвать скачком. То есть это весна, переход в лето 18-го. То есть реальные предпосылки. Да, там есть. Но у вас как-то медленно будет формироваться. У вас там личная жизнь въезжает еще там 18-19 год как-то. Но можно назвать скачком. Просто у вас аппетиты растут во время еды. Но нормально. Просто вы уже направление менять не будете. Вы будете развиваться в одной теме. В ближайшие лет 15, наверное. 12. Светлана, 11 декабря. Стоит ли развивать свое хобби или лучше найти работу по своей специальности? Да, смотрите, как интересно. У вас тут немножко поносило до 32 лет. А вы все еще остаетесь в этом творческом запале, так сказать. Нетушки. Вот теперь начинается такой более карьерный путь. И я не знаю, это творчество или нет. Но вот следующий 18-й год намекает на начало большого пути. Карьерного. Вот сейчас вам 33 будет. Значит, да. Просто пару, почти три года с деньгами будет так себе. То есть лет с 35 вы уже пойдете так вверх очень стремительно. Так что только так могу ответить. Извините. Так, Мария. 28 ноября. Очень интересует вопрос работы. 2018-2019 год. Уволилась месяц назад. Желания работать по профессии вообще нет. Будет ли вообще карьера складываться? Сейчас посмотрим. Совершенно верно. То есть то, что у вас крутилось. Вы же за последние три года должны были как-то переквалифицироваться. Что-то новое принять. То есть что-то вам сигналило. Потому что как раз таки... Ну понимаете, так получается, что еще... У вас вообще-то личная жизнь уходит 33-34 года. Да, вот 32-33. То есть это на первый план вылезает. А работа, как будто бы вы будете делать то, чем вы занимались. Ну вот ближайшие два года точно так. То есть новизна какая-то есть, но вам это не нравится, но вам придется. И практически до 34 лет полных. Потому что какая-то новизна есть, но она не прорывается. Вот скажем так... Вот 20-й год, он вырывает вас полностью в новую реальность, и вы начинаете очень стремительно идти. Надо немножко, Мария, вам посидеть в этом. Для чего-то ведь это нужно. Попытка 6-я. Пишет Надежда. 18 октября, день рождения. Ваша подписчица, работы нет, личной жизни нет, живу с мамой, ремонта нет, мечтаю о собственном жилье. Хоть что-то скажите, уже пишу на автомате без надежду на ответ. Имя Надежда и без надежды. Как такое может быть? Давайте разбираться. Значит, 18 октября. Да. Я не знаю, какова у вас была прошлая жизнь, но если смотреть вперед, у вас пик карьеры формируется с 42, 43, 44 года. С этого возраста. В новизну. Медленно, но верно. Годы будут непростыми. Простая у вас жизнь, ну если так можно сказать качественная, она у вас поздняя. С 49 и пошло-поехало. Сейчас вам только 40. Это значит, что в ближайшие десятилетия вам надо стать профессионалом в какой-то новой сфере. Кстати, у вас переезд. Странно, что без денег и без ничего у вас деньги-то подключены. Это уже вопрос рефлексии. Конфликты тут в этом году. Да, в следующем году вы будете искать Надежда деятельность, вы ее найдете. Потому что у вас там, кстати, поездок много интересных в 2018 году, передвижений. Возможно, переедете даже от мамы, например. Я это не исключаю. Так что в ямочку вы немножко попали, я согласен. Так, здравствуйте, Дмитрий. Юля, 6 ноября. Вот еще вы пишете тут Дмитрий у вас, наш с ним жизнь. Дальше. Я вот когда дату вижу, сразу понимаю, что кирдык. Но вот союз, который никуда не едет вообще, не выезжает. То есть это некомфортный союз. Может быть, вы со мной поспорите, да? Ну, я вот просто дату вижу, две рядом, и понимаю, что к чему. Возможно, мне не хватит словарного запаса, чтобы описать это в качестве. Для этого я использую личные консультации, чтобы более обширно это описать. Но давайте по вашей дате, Юль, точечно посмотрим. Да, смотря откуда он у вас появился, этот молодой человек. Потому что я так понимаю, что до 40, Юль, у вас есть перспектива гораздо более качественного союза, намекающего на семейственный. Прошлый год кризисный. Либо он с прошлого года у вас, либо в прошлом году пошел такой разлад конкретный. Да там и раньше видно. Да, туго-туго, конечно, туго. Переезды у вас тут всякие. Переехать, Юль, вы не хотите ли к следующему году окончательно? Вот так бы я вам преподнес. Дальше. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, 5 июля. День рождения. Интересует вопрос личной жизни, когда будут серьезные отношения. Люди окружают, но не складываются, а другие не настолько нравятся. Но еще бы, Анастасия, пятерка в раке, многогранная, ушедшая в никуда. Вы настолько далеки от нас всех простых смертных, что вас все будут всегда не устраивать. Тут действительно важный вопрос совместимости. Сейчас посмотрим, но вам всего 22 года, а вы уже как взрослая тетечка рассуждаете. Сейчас посмотрим. Да, у вас несколько пиков по личной жизни. Я думаю, что вы... Следующий год, 18-й. Вот если на ближайшее будущее смотреть, 18-й год. Прямо вот начало комфортных или очень романтических отношений. И там в следующем за ним сразу точки декрета до 20-го включительно. А вообще, я так сразу вот ваш гороскоп бы увидел. 36 лет, когда мужчина мечты. Так, Оксана, расстались с мужем в 16-м году. Будет ли вы соединение? Я 6 сентября. 6 сентября это Оксана и муж 4 июня. Вот я насчет соединений вообще эти вопросы не понимаю. Я не понимаю, как они работают, эти возвраты. Я просто могу сказать по совместимости, что стою с адовой. Нужен ли вам этот возврат? Я думаю, муж, конечно, не хочет, потому что сложно. У него сложное восприятие мира, а он для вас просто ненадежный человек, как будто бам. Каждый сам по себе живет. Я думаю, что у вас в течение двух лет Оксана Новый Союз более интересный может сформироваться. Так, добрый вечер, Дмитрий. Попытаюсь счастья еще раз. Ольга, 25 июля. Освоила новую профессию. Принесет ли она мне прибыль в ближайшее время? Когда она ладится с финансами? Уже 5 лет все хуже и хуже. Сейчас посмотрим. Все правильно. 5 лет все хуже и хуже, если не больше. А, это вы про финансы. А, то есть вы про личную жизнь и не спрашивали. Все, понял. Так, значит, смотрите. По поводу новой профессии, которая у вас с 35 лет стартанула. Это не хуже, не хуже. Это точка роста. Это точки роста. Вы не удивляетесь. Но через несколько лет вы поймете, для чего все это было нужно. И кем вы вообще стали, взяв всю полноту этой жизни, попробовав себя в разных качествах. Но видите, как вам будет только 38-39. Вам нужно до 40 дотянуть. То есть до 2019 года. Именно оттуда такая стабильность начинается. Вы что-то формируете. То есть становитесь кем-то. Вот этот вот пятилетний цикл изучения сферы, погружения в нее. Вы на верном пути. Ну да, тут нестабильно. Да, с финансами. Сейчас, кстати, посмотрим ваши денежки. А, кстати, на ближайшие 5 лет деньги неплохо. Вы четверка у нас. Да. Нормальные деньги. Вот следующий год у вас очень важный. 18-й. Оттуда старт какой-то. Обратите внимание на весну, на осень, на, ну скажем, на апрель или на сентябрь. Вот эти два месяца, где что-то решается очень классно в работе. И оттуда начинается движок вперед. Так что не отчаивайтесь. Так, сейчас еще на парочку отвечу. И будем закругляться, потому что глава не варит, уже совсем не работает. Так, пишет. Хочу узнать по поводу брата. Так, пишет мне Регина. Значит, брат Игорь, 4 февраля. Устроит ли он свою личную жизнь? Создаст ли он семью? До сих пор один. Что с работой? Сейчас посмотрим. Создаст. У него много... Он лирик такой. То есть, у него много, скажем так, женщин может быть. Такой ловелас своего рода. Об этом, кстати, многие могут не знать. Он то, что скрытный товарищ. Но у него поздний союз идет. Кстати, вот сейчас 37. У него с 37 на 38 точка знакомства. А потом с 39 на 40. Это касательно личной жизни. По поводу работы. Сейчас у него должно быть неплохо. Но то, чем он сейчас занимается, ровно в 40 лет отключится. Ему придется переквалифицироваться на другую область совсем. Так, здравствуйте. Я Наташа. Дата рождения 10 июня. Хочу узнать личную жизнь. Выйду замуж. Проблемы с работой сократили. Будет ли ближайшее время работы. Сейчас посмотрим. Ох. Сложно. Я думаю, будет. Просто там такие очень тщетные попытки. Я так понимаю, вам надо будет куда-то переехать. У вас, знаете, как интересно с 18-19 год. Там такая раздвоенность. Либо вам родить ребенка нужно. Учитывая, что точки знакомства видны весной и летом 18-го года. И сразу уйти через декрет. Либо какие-то попытки работы в 18-м году. То есть вы будете что-то пробовать. Но за это невозможно зацепиться. Но за это невозможно зацепиться. Потому что самое интересное начнется где-то с весны 19-го года. Вот так, Наталья, я бы вам ответил поверхностно. Так, коллеги, друзья, на этом все. Сильно не сердитесь. Я знаю, что сейчас придет 1500 миллионов лайков, дизлайков тех, кому я не ответил. Вы знаете, мы будем стараться все-таки как-то выйти на прямую трансляцию. Я думаю, будет это интереснее. И когда живьем в чате вы пишете вопросы, я вам в прямом эфире отвечаю. Не знаю, как скоро это произойдет. Но мы пока намечаем в течение месяца. То бишь до конца этого 18-го года попробовать хотя бы поэкспериментировать. В любом случае обращайтесь ко мне за личной консультацией. Если она вам будет нужна из любой точки мира. Пишите мне. Все контакты под этими видео указаны. Есть контакты администратора мои личные. Консультации проходят исключительно по аудиосвязи. Телефон, скайп, ватсап, вайбер. Без видео. Просто аудиоконсультация по вашей дате рождения. Запись предварительная. Пишите, все расскажу. И очень большая благодарность вам за такое количество вопросов. Это значит, что я вам хоть чем-то могу помочь. И хотя бы, может быть, кому-то подать надежду. Я не, повторюсь, не робот, не могу очень много. Как вы видите, я уже практически под столом. Потому что много энергии отдал. Увидимся в течение месяца. В декабре, наверное. Поэтому всего доброго. Счастливо. Дмитрий Шинко. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...